В Кирове появится новая насосная станция для работы канализационной системы. Расположена она будет на Ленина. Этот объект нужен для того, чтобы подключить к городской системе канализации строящиеся дома в микрорайонах Чистые пруды, Солнечный берег и Зиновы. Новая станция появится уже в 2015 году. Стоимость строительства почти 80 миллионов рублей. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Новые флюорографы и оборудование для лабораторий появятся в туберкулёзных диспансерах и больницах области. Около 65 миллионов рублей будет выделено на профилактику и лечение туберкулёзом. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, на эти средства будет приобретена новая аппаратура для обследования лабораторных анализов и операций. С помощью нового оборудования врачи смогут диагностировать опасную болезнь у пациентов намного быстрее. Более 4 миллионов рублей на игрушки, констовары и оборудование для столовых. Депутаты Кировской гордумы собрали деньги на ремонт детских садов. На эти средства проведут реконструкцию игровых и спальных комнат, санузлов, а также благоустроят и оборудуют площадки для прогулок. В некоторые садики закупят техническое оборудование для коррекционно-образовательной работы. Найк Борзов посетит наш город. Рок-звезда приедет на музыкальный фестиваль «Атмосфера», который пройдёт 22 и 23 августа на выезде из города по улице Московской. Группа киллер-хондов, которая работает на Найк Борзов, отыграет полтора часа. Ребята пообещали произвести настоящий фурор в нашем городе. Кроме этого музыкального коллектива на фестивале в Кирове выступят музыканты из разных уголков России, а также ближайшего зарубежья. Всего же перед зрителями отыграют свои программы более 40 групп и 10 диджеев. Одновременно с концертами на фестивальной площадке пройдёт выставка мотоциклов, заезды на квадроциклах и питбайках. Продолжение следует...